Детсад в совхозе Приморский отремонтируют до сентября. Об этом стало известно на встрече главы города с жителями. Рядом со стадионами не пить. В Сочи разработали памятку о продаже алкоголя во время футбольных матчей. Не вывозят мусор? Позвони. В Сочи работает горячая линия, на которую можно сообщить о переполненных контейнерах. В Сочи обсуждают новые методы борьбы с глаукомой. Нас лед. Офтальмологов прибыли медики со всей страны. Почти 2000 полицейских будут следить за порядком в праздничные дни. Безопасность жителей и гостей региона в День России обсуждали на заседании антитеррористической комиссии. Вениамин Кондратьев поручил перейти на усиленный режим работы не только силовикам, но и главам муниципалитетов. При этом действовать. Особый режим должен не просто на время праздников, а до конца всего курортного сезона, отметил губернатор. Я уверен, что и автотуристов будет очень много, и просто отдыхающих. Поэтому, особенно обращаясь к главам курортных городов, коллеги, здесь не может быть сегодня ни проходного, ни выходного. Сегодня максимально все работаем в режиме круглосуточного гостеприимства. Поэтому, ради чего мы сегодня сидим, это вопрос номер один. Вопрос из вопроса. «Обеспечить безопасность». Еще раз подчеркиваю, во время курортного сезона и на Кубке конфедерации, и 12 июня, в день нашего национального праздника. В День России на Кубани пройдут более 300 мероприятий. Во всех районах организуют спортивные соревнования, выставки, ярмарки и праздничные концерты. Чтобы все прошло в штатном режиме, к обеспечению безопасности важно подключить общественность, считает Вениамин Кондратьев. Глава муниципальных образований, коллеги, вы там все на местах. Здесь ваши самые надежные основные помощники – это тосовцы, это общественники, это казачество, которые четко должны понимать, кто заехал в район, с какими целями. «Антитеррористическая безопасность в первую очередь должна основываться активным участием общественности. А наша с вами задача – сплотить, сплотить сегодня общественность вокруг этих задач». Втрое увеличится количество патрулей и на время проведения Кубка конфедерации. В Сочи будут работать 4,5 тысячи полицейских и более 1,5 тысяч сотрудников Росгвардии. Также в помощь правоохранителям направят около 800 казаков. Кстати, Росгвардия предупреждает, в соответствии с указом президента, с 1 июня по 12 июля вводится запрет на ношение транспортировку травматического и охотничьего оружия. Необходимо обеспечить его хранение по месту жительства. Такие ограничения связаны с усилением мер безопасности при проведении Кубка конфедерации. И, кстати, продажу алкоголя тоже ограничат. В Сочи уже разработали соответствующую памятку. Во время Кубка конфедерации и Чемпионата мира по футболу FIFA будет запрещена реализация алкогольной продукции в радиусе 500 метров от объекта спорта накануне матча и в день их проведения. В частности, речь идет о тренировочных площадках на Ленина 95, Чекменева, Центральном стадионе, а также на стадионе Фишт и тренировочной площадке Адлер-Арена. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкогольной продукции в стекле. Он будет действовать с 18 по 29 июня. В Сочи на выходных возможны дожди. По сообщениям синоптиков ожидается гроза. Спасатели просят жителей и гостей курорта отказаться от отдыха вблизи водоемов, воздержаться от выхода в горы в этот период. Ну а в случае ЧС звонить с мобильного по телефону 010. К другим новостям. Международный аэропорт Сочи принимает участие в премии «Лучший аэропорт Европы». Она проводится 13-й год подряд в рамках ежегодной конференции Совета аэропортов Европы. По итогам экспертного отбора сочинский авиаузел вошел в шорт-лист и стал претендентом на звание лучшего аэропорта Европы с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов человек. Награда присуждается аэропортом за выдающиеся достижения по нескольким категориям. Обслуживание пассажиров и авиакомпаний, безопасность, экология, взлетно-посадочные операции, внедрение инноваций, розничная торговля и связи с общественностью. Аэропорт Сочи входит в пятерку ведущих аэропортов страны и обслуживает более 5 миллионов пассажиров в год. Из Сочи свои регулярные и чартерные рейсы выполняют 40 авиакомпаний, а маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений. Признают ли его лучшим аэропортом Европы в этом году, станет известно 14 июня в Париже. Детский сад в совхозе Приморский отремонтируют до начала учебного года. Об этом стало известно накануне на встрече главы города с жителями. Вопросов у горожан накопилось немало. Решать их необходимо, причем многие в оперативном порядке. На встречу по уже сложившейся традиции были приглашены и руководители департаментов и управления администрацией, чтобы у горожан была возможность напрямую задавать вопросы. Расскажет Рината Шипулина. Перед началом общей встречи глава города побывал в детском саду, расположенном на территории микрорайона. Здание требует ремонта, и Анатолий Пахомов пообещал, что работы здесь будут проведены. Очень довольна визитом мэра, благодарна ему за то, что он нам пообещал сделать фасад и групповые помещения. Мы ждали это более 10 лет. К вопросу ремонта детского сада вернулись и в рамках схода граждан. Эта тема волнует большинство молодых семей района. Принятое решение городоначальник озвучил на встрече. Фасад, полностью все, что связано с внешним обликом, это выделяем деньги. И до 1 сентября, до начала нового учебного года, значит, будет отремонтировано. И две группы, которые нуждаются сегодня в ремонте, я их посмотрел, они тоже будут сделаны за счет, наших шефов. Детская и спортивная площадка в микрорайоне требуют не просто ремонта, а полной реконструкции, жалуются горожане. Устаревшие турники опасны для юных жителей. Негде гулять и с малышами. Детям негде играть, им просто негде играть. У меня есть ситуация. Нам бы желательно детскую площадку. Мы сейчас договариваемся. Через полтора месяца глава района говорит, я найду. Я ему говорю, если вам понадобится помощь в выделении денежных средств, я их готов вам помочь. Но детскую площадку внизу поставить надо. Недовольны жители своей управляющей организации, которая, по их мнению, некачественно проводит работы. Глава предложил отказаться от услуг компании, недобросовестно выполняющей взятые обязательства, и выбрать новые, возможно, и по более низким тарифам. Предложение мэра поддержал и глава района. Я все-таки на стороне того, что вы говорите, что жители должны выбрать сами. Но выбор предложил несколько компаний, в том числе и вновь создаваемые на территории города Сочи и Хостинского района. Есть предприятия, которые только начинают свою деятельность. Возможно, им будет интересно взять даже такие дома, которые сложные. Будет решаться проблема уличного освещения. Микрорайон растет, мощности недостаточно. Плохое освещение и вокруг образовательных учреждений. Для решения этого вопроса необходимы не только денежные средства, но и разработка и принятие технических условий. Здесь важна оперативная работа специалистов администрации и предприятия «Сочи-свет». Давайте совместными усилиями. Я выделю деньги на фонари, вы дадите свои, наверное, опоры. Это вопросы безопасности, в первую очередь. И мы это обязательно должны сделать. И до первого сентября, до школы, до начала школьных. Это должно быть сделано. На днях здесь начался и масштабный ремонт дорог. Восстанавливают полотна на улицах Звездное, Новороссийское шоссе. Денежные средства выделены. Дорожная карта утверждена. Работы планируют завершить до первого сентября. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Проезд в автобусах «Сочи» теперь можно оплатить банковской картой. С сегодняшнего дня пассажиры могут приобрести билет не только наличными, но и по безналу. Этот удобный способ оплаты не только повысит качество обслуживания, но и позволит достоверно определять пассажиропоток. Пока пилотный проект будет действовать на маршруте номер 22 в тех автобусах, где есть кондуктор. Специалисты оценят, насколько востребован такой способ оплаты среди сочинцев и гостей курорта и по результатам примут решение о распространении данной системы оплаты проезда на других маршрутах. Горы мусора сегодня появились у федеральной трассы в районе Учдере. Там перевернулся мусоровоз. Видео появилось после обеда на городском интернет-портале. ДТП произошло в районе санатория «Белые ночи». Водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. О пострадавших ничего не сообщается. Навстречу лету, ветру и новым впечатлениям. Так видит свой отдых в Сочи большинство туристов. Чтобы эти ожидания не были омрачены, в Адлере собрали предпринимателей, устраивающих джиппинг-туры. Инициатором стала сочинская ГИБДД. В совещании приняли участие сотрудники ГИБДД городских департаментов транспорта, туризм администрации Адлерского района и руководители организаций, занимающихся экскурсиями и перевозкой туристов. Предпринимателям рассказали об изменениях правил дорожного движения, технического регламента, напомнили о необходимости иметь при себе документы для осуществления коммерческих перевозок. Особый акцент был сделан на дорожно-транспортном травматизме. Сотрудники полиции отметили, что детей без специальных удерживающих устройств перевозить запрещено. Но ответственность за жизнь и здоровье пассажиров несет не только водитель, но и тот, кто выпустил транспорт на линию. Тем же, кто хочет вести свой бизнес по закону, правоохранители и сотрудники мэрии готовы оказать консультативную помощь. Сочинский мусор вывозят за пределы города. Десятки тысяч тонн твердых бытовых отходов, скопившихся на территории мусоросортировочного комплекса, предприятие, которое изначально и должно было этим заниматься, перегружают в грузовики, которые на полигоны Краснодарского края отправляет уже мэрия курорта. На сегодняшний день вывезено уже около полутора тысяч тонн. В процессе задействовано полтора десятка большегрузных машин. В ближайшее время их количество увеличат примерно вдвое. На сегодняшний день по результатам геообследования и замеров здесь находится 52 тысячи кубических метров. Если пересчитать на тонны, это порядка 27-25 тысяч тонн. Мы рассчитываем где-то порядка выйти на 600-800 тонн в сутки. Напомню, в канун Олимпиады все свалки твердых бытовых отходов были рекультивированы и мусор стали отправлять на другие полигоны Краснодарского края. Однако коммерческое предприятие не справилось с большими объемами. Де-юры мусор вывозили из населения, за эти услуги деньги брали. Но на самом деле отходы большей частью оставались на территории мусоросортировочного комплекса. Год назад мэрия Сочи потребовала от руководства предприятия решить проблему, но этого сделано не было. Весной мусоросортировочный комплекс исключили системы утилизации отходов. Их стали перегружать на временной площадке. Увеличение объемов мусора удалось остановить. А сейчас начали вывозить и то, что скопилось в предыдущие месяцы. По информации мэрии, на это потребуется до полутора месяцев. Ну и в продолжении темы вывоза мусора. В Сочи продолжает работу горячая линия, позвонив на которую можно сообщить о фактах переполнения контейнеров. С такой ситуацией сочинцы столкнулись на днях. В городе возникли перебои с вывозом отходов с контейнерных площадок. Дело в том, что ЗСМ, перегрузочный пункт для транспортировки отходов на полигоны края, в течение трех дней не работал. Поэтому основная часть мусора в центре и в Хосте оставалась на контейнерных площадках. Я хотел бы еще раз попросить всех граждан понять нас в том, что не все 100% зависит от администрации. Часто многое зависит еще и от частного бизнеса. Вот администрация, наше спецавтохозяйство, да, это собственность администрации, 100% акций в собственности администрации. А вот транспортные компании и завод ЗСМ – это уже частные компании. Поэтому с ними достаточно сложно договариваться и достаточно тяжело работать. Сейчас баки уже очищены и ситуация с вывозом мусора полностью нормализована. Ну а чтобы такого не повторилось, отметили в мэрии, город подберет еще одну резервную площадку. Ну а о фактах переполненных контейнеров сочинцы могут сообщать по телефону горячей линии 264-04-44. На слете офтальмологов в Сочи обсуждают новые методы борьбы с глаукомой. На конференцию, организованную сочинскими специалистами, прибыли медики со всего Южного федерального округа, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Делегацию кубанской профессуры возглавил главный офтальмолог края. Перед началом работы Алексей Малышев навестил пациентов офтальмологического отделения 4-й горбольницы. Слово Инги Габешия. Глаукома – хроническое глазное заболевание, которое приводит к полной слепоте. Но это при отсутствии лечения. В Сочи же, утверждают врачи, за последние три года зрение сохранили тысячам горожан, в том числе тяжело больным с раковыми опухолями. После химии у меня вообще, вы знаете, туман в глазах был. А вот после операции я сейчас уже 100% хорошо. Революционных перемен, а соответственно, и желаемых результатов добиться удалось благодаря новейшим методикам лечения и современному оборудованию. Оборудование появляется тогда, когда появляется хорошее заведующее отделение. И он находит возможность достать оборудование, находит возможность качественно оперировать пациентов. Вот эти составляющие дает возможность 4-й горбольнице сейчас выйти на высочайший офтальмологический уровень современной России, по крайней мере. Помимо хирургического и терапевтического лечения, офтальмологи 4-й горбольницы проводят для пациентов разъяснительную работу. Самое главное, что нам удалось наладить в городе Сочи, это работа с пациентом. Два раза в год в нашем учреждении, мы сегодня будем об этом говорить нашим коллегам, два раза в год проходит школа глаукомы для пациентов осенью и весной. На этих школах мы рассказываем нашим пациентам, что такое глаукома, как ее правильно лечить, когда нужно появляться к доктору. Зачастую пациенты, конечно, приходят в достаточно запущенном состоянии. Но наша задача глаукому победить невозможно, но хотя бы на каких-то этапах выиграть эту битву, я думаю, мы в городе с нашим сможем. На самой конференции заведующая офтальмологическим отделением «Четверки» и делится опытом и с гордостью рассказывает о профессиональных достижениях. Сочинские медики подчеркивают, подсчет количество операций – это не погоня за цифрами, а показатель работы сочинских специалистов. Если сегодня у нас делают 10-12 операций в день офтальмологических в 4-й городской больнице, где у нас офтальмологическое отделение, то в прошлом до 2014 года их делали 10-12 в месяц или даже меньше. То есть, конечно, есть абсолютно прогресс, есть достижения. Ну а сегодняшний форум, он как раз направлен на то, чтобы все специалисты офтальмологического профиля поделились своим опытом. В Сочи уже традиционно свои слеты проводят не только офтальмологи, но и нейрохирурги, гинекологи, кардиологи. И для сочинских медиков участие в подобных конгрессах – это лучший опыт. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Видеть, конечно, это ценное качество. И оно тем более необходимо зрителям фестиваля «Кинотавр», который в эти дни проходит в Сочи. Блокбастер Романа Волобуева вызвал там скорее не восхищение, а непонимание. Сегодня состоялось обсуждение первого конкурсного фильма. На пресс-конференцию прибыли киноведы, кинокритики и журналисты, в том числе и наш корреспондент Елена Всецына. Сенсация случилась еще до показа первого конкурсного фильма. Режиссер сказал, что это не его версия. И после «Кинотавра», когда фильм выйдет в большой прокат, он уберет своими из титров. Зрители на «Кинотавре» увидели смонтированную ленту, с которой согласился продюсер. Вот такой разнобой среди киношников, конечно же, отразился на «Клокбастере». Фильм с многообещающим названием вызвал недоумение, недопонимание, что, собственно, хотели сказать те, кто задумывал этот кинопроект, и как такая лента вообще попала на конкурс. На мой взгляд, это дискредитирует «Кинотавр», потому что «Кинотавр» – это национальный кинофестиваль номер один. Это уровень, это марка, это селекция высочайшая. Поэтому, когда рядом с такими мастерами, как Боря Хлебников, например, и Андрей Сильвестров, и даже такими молодыми мастерами, как Резуги Кенешвили и Иван Шахназаров, рядом стоит вот это, у меня это вызывает исключительно недоумение и раздражение. На пресс-конференции авторская группа еще раз пояснила версию режиссерскую, возможно, будет увидеть, но далеко не сейчас, а, например, через несколько лет. А пока своему продюсерскому кино обещают громкий успех в прокате. Фильм выйдет 13 июля. Сам же режиссер Роман Волобоев очень сожалеет, что зритель увидит совсем другое кино, не его. Ты должен потрогать что-то, что людям важно. И для меня эта история была про Москву и про Россию, про девочек и про мальчиков, и про, извините за разумные чувства, да, и это была комедия про это, это была комедия про людей, которые совсем согласились, и живут по правилам, как героини световой стены, и про людей, которым на эти правила помнят. И это была история про это. Мне кажется, что было продюсерское режиссер, это не осталось. В аннотации заявлена эта черная антимосковская комедия по мотивам реальной истории. Лиза, 33-летняя уроженка Омска, ведущая программы «Спасти любовь», переживает тяжелый день. Унижение на работе и шутки коллег изменяет бойфренд. Все это доводит ее до нервного срыва. Ночью в райцентре электрогли Лиза становится свидетельницей налета на точку микрокредитования и оказывается в заложниках у грабительницы. Красивой, но плохо соображающей Наташи, решившей вырваться из провинциального болота. И мы хотели снять такое кино, чтобы девочки, ну то есть и все узнавали себя, чтобы это было такое узнаваемое кино, узнаваемые женские образы. И доказать, что женская дружба существует, что вообще человеческие отношения – это превыше всего. И не бояться, главное следовать за своей мечтой, за самой собой и не бояться доверять людям. А тем временем в зимнем второй день смотрят фильмы совсем молодых режиссеров. Там проходит конкурс «Короткий метр». Какие новые режиссеры. На программе «Короткий метр» всегда это очень ярко, потому что здесь, как правило, даже бывают более интересные какие-то такие вот насыщенные работы, чем уже в полнометражном кино. Потом здесь выставляется несколько моих друзей, однокурсников, поэтому мне очень интересно. Сегодня было представлено 9 конкурсных работ. Лучшие назовут завтра на торжественной церемонии закрытия конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинцев ждут длинные выходные. В понедельник, 12 июня, вся страна будет отмечать День России. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Сочи. Мероприятия начнутся с 10 утра. Так, на площади флага пройдет акция «Молодежь России». Там состоится забег «Сочинская миля». Принять участие в нем могут все желающие. Потом здесь, а также на площади возле Южного мола состоятся концерты. Также во всех районах запланирована масса викторин, квестов и флешмобов. А в Лазаревском районе в Центре национальных культур откроются выставки народного творчества и национальной кухни. Для гостей будут организованы мастер-классы, а также состоится гала-концерт. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.